Всем привет, друзья! С вами Дима Ванпойнт, и у нас, наконец-то, осенний сезон в Forza Horizon 5, и это значит, что у нас новая, легендарная и при этом эксклюзивная машина для Forza Horizon 5, и вообще в целом для серии игр Forza, это Porsche 935. Но прежде чем мы будем смотреть эту машину в данной игре, вам нужно кое-чего знать про историю данной машины. Изначально Porsche 935 это гоночный автомобиль, который был выпущен маркой Porsche в 1976 году, а в 1979 году 935 модель выиграла 24 часа Лиман, 12 часов Себринга, 24 часа Дайтоне и 1000 километров Нюрнбург-Ринга. Было достаточно много видоизменений 935 модели, например, 78-й Моби Дик, который получил такую внешку из-за того, что нужно было улучшить аэродинамические характеристики, в частности снизить сопротивление. Ну и многим, наверное, известно вот эта 935, которая была сделана командой Кремер Рейсинг из Кёльна. Она также выиграла 24 часа Лимана, опередив специальные прототипы. В итоге до 1984 года 935 модель выиграла более 150 гонок по всему миру. Поэтому Porsche, как любитель своей истории, показала в 2019 году новую 935 модель второго поколения. А общественности показали её вообще в 2018 году, проходившей тогда выставки на трассе Лагуна Секот. Так что машина очень интересная, экземпляров было сделано в мире всего 77 штук. Но знаете что, очень много узлов она всё-таки заимствует из своих других моделей Porsche, например, от GT3 RS, от GT2 RS. И вследствие чего машина, на самом деле, наверное, характером и двигателем также будет похожей на GT2 RS, потому что движок стоит именно от данной модели. Хорошо, что у нас тут как раз в Porsche Horizon 5 есть и 911 GT2 RS 2018 года, но находится оно на удивление в S1 888. Машина у меня здесь в стойке, а вот если посмотреть уже на 935, то находится в S2 и 932 у нас индекс производительности. Но тем не менее, скорость не такая большая, как у GT2 RS 2018 года, потому что здесь всё-таки у нас 8.0, стойки здесь у нас 7.7, но зато во всём остальном она просто улетает куда-то вперёд. И, кстати, оценивается сама игрой она в 1 миллион кредитов, что очень неплохо. Понятное дело, что машина всё-таки дорогая. Поэтому садимся в эту тачку и давайте смотреть на неё со всех сторон. Здесь, как я говорил, очень много элементов внутри взаимствовано с других моделей Porsche, но тем не менее, есть и какие-то свои определённые прикольные штуки. Давайте просто посмотрим на двигатель. И здесь мы сразу же видим прямо на охлаждении надпись GT2 RS. Как я говорил, всё это было взаимствовано именно от той модели, но, к сожалению, движок нам не дают. Посмотрите, он вскрыт за этими кожухами, которые, понятное дело, нужны для охлаждения сверху. Тут, кстати, у нас написано Made in Fledged. Ничего себе. И, кстати, посмотрите на эту карбоновую корму. На самом деле, это очень прикольный обман. Поскольку она карбоновая и такая, ну, естественно, тёмная, ты не особо видишь эту попу там на всяких фотках, рендерах и так далее. Но если присмотреться, поп-то у нас от какой машины? От классических 911-х, там, например, 911 GT2 RS, которую я уже упоминал, да и, в принципе, от GT3 RS тоже вполне себе возможно, они могли это забрать. Но здесь у нас как-то по выхлопу всё по-другому. Ну и вообще, как бы, вот по дизайну это просто фантастика какая-то. Выглядит она внешне очень-очень хорошо. Не знаю, как вам, друзья, напишите в комментариях. Мне очень сильно нравится. Понятное дело, что я любитель Porsche, но, тем не менее, здесь у нас вот отсылочки на те кузова. Вот, например, на тот же легендарный Moby Dick. У нас машина просто максимально слепая. Спереди у неё вот, вот здесь вот находятся фары, а там больше нигде нету. Это просто потрясающе. Ну и понятное дело, что у нас какие-то дополнительные агрегаты находятся и здесь вот спереди. Хотя, как я говорил, движок у нас находится вот там вот сзади. Он где-то вот здесь вот должен быть. Вот тут вот. Но, как я говорил уже до этого, к сожалению, мы посмотреть на него не можем. Но, тем не менее, меня поражает, насколько много деталей от обычных версий Porsche здесь сделано. Например, если посмотреть на эту торпеду, ту торпеду от обычной 911, которая просто, видимо, по-другому обшита. И да, у нас тут есть такая вот эксклюзивная деревянная ручка. Это особенность 935-х. И вот здесь вот её это отразили. Карбона очень много. Очень много всего, что отсылает нас к тому, что, ребята, это гоночный автомобиль. И даже вот такой у нас максимально гоночный руль. Единственное, конечно, разрабы Forza и что-то кнопочки сделали какие-то слишком квадратные. Потому что пока ты вот так вот сидишь от первого лица, ты прям видишь, насколько они не круглые. То есть у тебя прям вот грани все эти видны, и углы, и такое себе это всё дело. Но, тем не менее, я лично уже забыл звук двигателя Porsche 911 GT2 RS. Давайте послушаем, как же звучит 935. О-о-о! Я, кстати, смотрю на приборы, как они там выглядят. Это с такой жёлтой подсветочкой. Понятное дело, что у нас дашборд посередине стоит. Вот этот вот электронный. Но, между прочим, вот такие типа аналоговые показатели у нас тоже есть там. Это неплохо. По крайней мере, оборот у нас там крутится. Или этот надув, честно говоря, непонятно, что это показывает. Да, это, походу, надув у нас показывается. То, что всё-таки машина-то турбированная. И чё я могу сказать? Я тут немного вклинюсь. Честно говоря, я думал, что звук будет абсолютно такой же, как у Porsche GT2 RS. Это было бы максимально логично. Но нет, разработчики такое ощущение, что всё-таки решили немножко заморочиться. И звук у машины свой. Причём я сравнил с тем самым Porsche GT2 RS, а также, ну, подумал, а вдруг они взяли звук из Porsche GT2 RS какого-то вообще предыдущего поколения и сравнил с ней. И знаете, что я вам скажу? Вы послушайте сами, но звук у 935 реально свой. Напоминаю, что машина у нас находится в классе S2, а это значит, что она должна быть очень быстрая и просто нереальная, адская пробуксовка. Сейчас была на старте, я просто от этого офигел. Давайте посмотрим на то, как она управляется. И у меня есть небольшая настройка на геймпаде. У меня рулёжка более резкая, чем она есть на самом деле. Но это сделано специально в угоду того, чтобы повороты проходились чуть удобнее. И очень короткая коробка передачи. Коробка передачи просто максимально спортивная. И, чёрт возьми, чувствуется, что машина далеко не быстрая. И, честно говоря, вот так по управляемости я на неё смотрю. Да, вроде бы неплохо она заходит повороты, но я не чувствую в ней имбовости. Наверное, здесь история про то, что, скорее всего, разработчики просто хотели добавить такую, так сказать, новую версию легендарной машины от Porsche, которых в реальной жизни очень мало. Я напоминаю, 77 штук всего лишь было выпущено. И, понятное дело, что купить могли только какие-то определенные счастливчики, у которых не только есть деньги, но ещё и какие-то связи, чтобы можно было эту машину получить. Потому что редкая тачка от именитого производителя – это всегда достаточно сложная история для приобретения. Но, тем не менее, друзья, повороты проходят просто фантастически, но 300 км в час вот так вот здесь, на этой прямой – это очень мало, я вам могу сказать. И это, на самом деле, напоминает уже не категорию S2 в Форзе, а категорию S1, скорее всего. Потому что там вот машины гоняют 300 км в час. Да что говорить. Некоторые тачки в категории A гоняют так же себе спокойно все эти 300 км в час, если машина, например, прокачана для дрэга. Опять же, если говорить про внешку, прикольно, что вот эта вот сзади жопа, вот эта супер аэродинамичная, да, вот, честно говоря, перед мне не так сильно у ней нравится, а вот эта жопа, вот это просто фантастически. И, кстати, те, кто играли в Need for Speed Unbound, помнят, что у некоторых Porsche можно тоже такую жопу сделать. По крайней мере, по-моему, у Каймана там можно было сделать, и у какого-то 911-го тоже можно было сделать такую попку вот с такими вот свесами. Свес просто потрясающий. И, как я говорил до этого, в классическом 935-м он реально очень сильно помогал аэродинамике. Видимо, здесь он как раз этому делу всему тоже способствует. Но о чем я хотел поговорить? Смотрите, вот сейчас я нажал стопори. Блин, единственное, они погасли. А нет, в фоторежиме они не погасли. Замечательно. Можно тогда на это все дело посмотреть. У нас, по идее, стопори вот загораются еще и здесь. Потому что у нас присутствуют все-таки фонари на автомобиле сзади. Жопа-то у нее как бы 911-го-то осталась. Поэтому смотрите, как забавно получается. У нас здесь стопори загораются. И вот здесь вот на этом огромном просто спойлере также стопори есть. Это так забавно смотрится. Потому что, ну, как бы при ракурсе от камеры сзади, да, ты не видишь эти вообще стопори. И в целом, я тоже думаю, вот во время гонки, как их увидеть? Вот ты вот так вот видишь жопу машины. И в целом, ну, как бы ты стопори у нее не видишь. Поэтому, конечно, правильно, что они сделали их на спойлере. Они явно помогают. И тот, кто будет ехать за этой машиной, хотя бы хоть как-то будет это все дело видеть. Ну, а так внешне, друзья, ну, просто потрясающе. Я, честно говоря, офигеваю от того, насколько это красивый, сумасшедший автомобиль. Но все-таки у нас Forza. Нам нужно посмотреть, насколько эта машина производительна. Наслаждаться ей можно, конечно же, бесконечно. Но, тем не менее, нам нужно все-таки на ней кататься. Поэтому погнали, посмотрим, что у нее можно установить. Как всегда, нас интересует вкладка преобразования. Поэтому здесь замена двигателя. И можно поставить всего лишь один двигатель. Это Racing V12. В принципе, неплохо. Но, в целом, как раз он нам делает лучше управляемость Racing V12. Ничего себе. И скорость, конечно же, максимально у нас также повышается. Это очень интересно. Мне будет также интересно глянуть, какая получается максималка у нас с этим двигателем V12. Это мы все обязательно посмотрим. И, конечно же, поскольку у нас здесь все-таки задний привод, можно поставить полный привод. Переднего никакого нет. Это было бы кощунство для Porsche. Поэтому, понятное дело, что без него. Но, тем не менее, я считаю, что это не особо нужно. Хоть у нас там управляемость и разгон становятся, естественно, больше. Но, тем не менее, я считаю, что все-таки эту машину нужно оставлять именно на заднем приводе. Поэтому зайдем в шины и диски еще посмотрим, что у нас здесь есть. Даже шин для дрифта есть. То есть, если вы максимальный извращенец, то вы можете, в принципе, сделать эту машину в дрифт. Это колеса, вот, можно 315-е по ширине поставить. Здесь 345-е. И что у нас по дискам? Ну, диски, понятное дело, все поддерживаются. Колеса можно сделать даже больше. Девятнашки. И здесь можно аж двадцатки на жопе поставить. Ну и расширение клеи, друзья. Вот тут вот и спереди, и сзади. Это очень неплохо. Опять же, если вам не хватает держака на заднеприводной вот такой конфигурации, то вы можете просто расширить клею, и держака у вас будет больше. Здесь у нас только трансмиссии дифференциал. По тормозам у нас здесь только вот такие гоночные тормоза. Пружины и амортизаторы для поездорожью. И пружины и амортизаторы, судя по развалу, для дрифта. У нас только есть и все. Снижение массы только одно. Интересно, много чего у нас нет. Например, каркас безопасности, я так понимаю, у нас уже интегрирован, он уже строен. Поэтому его, естественно, нам ставить тут не предлагают. Ну, короче, по двигателю тоже вроде все неплохо. Для того, чтобы можно было как-то эффективно прокачать. Давайте посмотрим, что наделали люди. Мне вот это вот максимально интересно. И в S1 у нас тут предлагается вот такая настройка от Маффина. Окей, давайте посмотрим, что у нас еще есть. Тут стритрейс. Потом у нас S2 роут. 381 км в час я вижу. 400 км в час я вижу для S2. Вот тут Цезарь построил. Топ-спид, друзья. 435 км в час. Вот если вы посмотрите, это какой-то новый рекорд среди настроек. На имею в виду для Порши, которую сейчас я смотрю. Дальше смотрим опять. 435, причем это в категории S2 998. Неплохо, неплохо. Но опять же, у нас здесь не все по десяткам. Поэтому не сказать, что эта машина имбовая. S1 роут. Ну, честно говоря, для S1, в принципе, если вам нужна управляемость, машина, наверное, будет неплохая. Но ускорение, вот ускорение, честно говоря, у нее, конечно же, точнее, даже максимальная скорость меня больше всего расстраивает. Ускорение-то еще неплохое. Вот максимальная скорость, конечно, такое себе. Опять же, все это делается за счет того, что шины можно поставить сюда от ралли. Ставишь шины от ралли, и у тебя понижается категория с S2 в S1. В принципе, наверное, стоит прокатиться в S1. Очень много различных тут настроек. Например, покрышки от дрифта можно поставить. Но я не знаю, как эта машина будет чувствовать себя в S1. Потому что, ну, опять же, есть всякие Lamborghini, которые в S1 себя чувствуют просто хорошо. Ну, и прочие другие автомобили. Porsche уже достаточно управляемый. Поэтому, скорее всего, вот такие конфигурации для S1 будут крайне неплохи на трассах, где много поворотов. А так, в целом, давайте ради интереса поставим настройку от Nalaka. И она еще и на полном приводе. Поэтому устанавливаем и погнали проверять. Да, ну и стоит понимать, что, естественно, еще и диски нужно будет ставить какие-нибудь тяжелые и не очень симпатичные для того, чтобы машина, опять же, подержалась в категории вниз. Такая себе история, потому что все-таки те аэродиски мне очень сильно нравились, которые стояли на Porsche спереди и сзади. Это просто красота и какая-то отсылка к старым гоночным временам. Ну ладно, тут что поделать, это Forza, и иногда приходится играть по ее правилам. Ну что же, друзья, как всегда, заезд в высокогорье, сложности параметра. Заходим в сложность, ставим на непобедимые, вот такие вот у меня настройки. Ну и ручной со сцеплением я убираю и ставлю автомат, чтобы у нас было максимально все вот не зависело от меня, а зависело от настройки автомобиля. Потому что переключаться я могу как и дебил, не вовремя и неправильно, а вот автоматическая пробка передач, ну, она тоже может, конечно, херней пострадать. Но, тем не менее, это будет все-таки честнее, как я считаю. На лаг у нас делает, в принципе, неплохие настройки, поэтому давайте сейчас посмотрим, насколько эта машина в S1 классе сможет соревноваться с другими машинами в этом же классе против непобедимых для аватаров. Кстати, на удивление, автоматическая пробка передач переключается очень неплохо, и машина, хоть у нас и на полном приводе, но заходят повороты просто фантастические. Просто идеально, и я собираю перед собой абсолютно весь трафик, и меня вайпер взял и попытался просто куда-либо выкинуть, как-то совсем не туда. И вот если бы он сейчас меня так сильно не замедлил, то можно было бы спокойно уже догнать хотя бы четвертое место. И здесь, друзья, честно говоря, пока что комментариев никаких, потому что я вот даже по радару вижу, что я особо не нагоняю тех у нас ботов, которые находятся на местах впереди меня. Но вроде бы потихонечку сейчас вот в поворотах, когда они у нас начались, я уже начал их догонять, немножко меня кидануло, несмотря на то, что машина все-таки у нас на полном приводе, должна быть мега стабильная, и она в целом мега стабильная. Я сейчас на выходе из этого поворота просто газанул очень сильно, но тем не менее, смотрите, вот видите, вот это разгон и ускорение, несмотря на все, не помогает нам догнать. Но тем не менее, поворот эта тачка проходит идеально, и вот ставка на это и ставится. Про что я и говорил, несмотря на то, что на этой настройке полный привод, машина имеет очень хорошую управляемость. И за счет, ну тут уже мой косяк был, тут извиняйте, и за счет этого вот именно в поворотах можно нагонять. Но имбовая ли эта тачка? Да нет. Да много каких других машин тоже проходят так повороты. Плюс-минус так же. То есть у нас получается, наверное, все-таки не как это было с Ураканы 100, которая выходила у нас на предыдущей неделе, потому что там машина прям была, ну не то что имба, но она была очень хороша, ее можно было брать прям 100%, вообще не сомневаясь в этом. Здесь же, как видите, вот-вот-вот видите, ее просто занесло сейчас на повороте, чуть-чуть, чуть-чуть по тормозу ударил, ее нафиг вынесло, несмотря на то, что у нее полный привод. Это значит, что мне нужно сейчас плавнее здесь отормозиться, и вот так вот с разгоном зайти здесь, потом вылететь вот тут вот, и уже тогда я могу как-то вот пытаться побороться здесь с Чентенарио! Давай, 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 давай! И аккуратненько здесь вот так вот на торможении заходим. В общем, управляемость замечательная, но нужно максимально привыкать к этой машине, чтобы с этой замечательной управляемостью справляться, даже в категории S1. В общем, настройка, кстати, от Малака это очень неплохая, как видите, ошибки прощают, но прощают, опять же, за счет своего полного привода. Если хотите еще более лучшую управляемость, и при этом сможете справляться с машиной, ну, правильно тормозя и правильно распределяя усилия на газу, то, в принципе, можно какую-нибудь и РВД настройку поставить на заднем приводе, и тогда вы с поворотами вообще будете дружить максимально. Но здесь все-таки, знаете, такая, она, как сказать, настройка для тех, кто все-таки боится ездить на заднем приводе, и нужна машина какая-то более постабильная. Так что вот эта настройка под это все дело подходит, потому что, ну, я в некоторые моменты прям очень сильно нажимал на газ, и при этом все было окей. Какой итог у нас получается по новому 935-му? Охеренная внешка! Просто шикарно выглядит автомобиль! Кому не нравится, друзья, я вас просто не понимаю, потому что это настоящая отсылка к тем золотым годам гонок, когда не было вот этих всех кучи правил, а был настоящий кайф, скорость и битва за аэродинамику. Мне такое очень сильно нравится, и, в общем-то, я надеюсь, что небольшая история про данного дедушку, наверное, этого автомобиля вам понравилась. Да и в целом видео, надеюсь, вам понравилось. Поэтому не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал, если еще этого не сделали. Впереди у нас еще много интересных автомобилей из Форзы, я на это надеюсь, потому что, по крайней мере, в этом сезоне должны быть еще классные тачки. У нас там Mission R, между прочим, будет, который я тоже очень сильно хочу посмотреть, и очень много надежд у меня на него. Поэтому как-то так. С вами был Дима OnePoint, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok